День добрый, уважаемые дамы и господа, подписчики и просто пока еще гости, зрители моего канала Совсем недавно я выложил на своем живом журнале и в своем блоге Также в телеграм-канале статью наверх по лестнице, ведущей вниз Ну что сказать, статья конечно резонансная, поэтому тут же посыпались как из рога изобилия вопросы Объясните, расскажите, дополните И я выбрал один, с моей точки зрения, наиболее оптимальный вариант Когда мне прислали статью, которая, не знаю, сегодня, вчера она вышла на Невском издании, Фонтан-Кару Я, кстати, ссылочку на эту статью прилагаю в описании к этому видео, обязательно прочитайте Она касается так называемого постковидного синдрома Ну я бы сказал, да и уже не только я говорю, что как таковым синдромом это назвать нельзя Это по сути дела программа, которую включают вирусы И программа, конечно же, не жизни Программа, я бы сказал, ликвидации То есть программа смерти, если по сути, так сказать, по сути лещей разобраться и сказать Так вот, в статье наверх по лестнице, ведущей вниз, я как раз таки рассказывал, что Вернее, не рассказывал, я напоминал о том, что я уже давно говорю Не один год я об этом говорю Что вирусы, в том числе и пресловутые, тот же самый коронавирус Это по-другому, это почтальоны, это информационные агенты природы Которые несут информацию обновления, об изменениях во внешней и окружающей среде Ну, чтобы вы понимали Вот биосфера Земли, ну, то есть, если просто сказать природа Вот те природные изменения, которые на данный момент происходят Изнутри Они обязательно должны найти свое отображение во всех биологических объектах То есть, снаружи, изменения снаружи должны произойти такие же изменения внутри То есть, изменяется природа, изменяется внутренний состав Изменяется клеточный геном отдельно взятых биологических объектов Коим относится и сам человек Так вот, в этой статье, наверх по лестнице, ведущей вниз Я рассказывал, что любые вирусы, как природные информационные агенты По-другому я их еще называю Почтальоны, которые доставляют информацию Они, в первую очередь, воздействуют на геномный аппарат клетки вашего микробиона Тех самых пресловутых бактерий, грибков и так далее Но обновление, природное обновление Оно плановое, оно постоянно происходит Но происходит конкретно в здоровом организме Весь вопрос в том, что Кого сейчас можно назвать здоровым? Понимаете? И вот то количество бессимптомных больных, например Которые являются просто-напросто вирусоносителями Это как раз таки подтверждает То, что у них это самое программное, клеточное, геномное обновление Проходит планово, штатно А как раз таки у тех, у людей, у которых постковидный синдром Так называемый Либо какие-то осложнения уже идут Связанные с их хроническими заболеваниями Заболеваниями, которые у них уже не один год И вот как раз таки в этом случае Вирус превращается из почтальона Уже превращается, как я это называю Судебного пристава Который, по сути дела Четко следит за выполнением природной программы Не соответствуешь условиям Изменившейся природной среды Тряхуй больной Ну, будь добр, уступить место здоровым и сильным Это Посмотрите просто-напросто на мир животных Как это происходит в живой природе Вы не встретите медведя с диабетом Вы не встретите волка с астмой, например То есть, все это природное равновесие Природная биология имеет регуляторные механизмы И вирусы как раз таки в этом процессе регуляции популяции Играют очень важную, я бы сказал, первостепенную роль Вирус, как природный биоробот, имеет две четкие программы Первое Он другого не умеет, понимаете Он с ним бесполезно договариваться Ему бесполезно объяснять, что вы такой хороший человек Что вы ценный для общества Объект, которому надо жить Которому надо поднимать детей Я не знаю, строить дом, отдавать кредиты Ему это все до лампочки Он выполняет четко программу природы Вернее, этих программ две Первое Если вы здоровы, нужны живой природе Он вас просто обновит Если вы не подпадаете под критерии качества живой природы То есть, вы абуза Ну, извините Я говорю, что в этой статье, о которой я только что сказал И в других статьях Вот, понимаете, вся битва вокруг так называемой эпидемии Она сводится к чему? Что люди и тех, кого называют противниками вакцинации Те, которые реально отстаивают свою позицию в вакцинации Они, по сути дела, отображают одну и ту же сторону Они говорят языком социума И сторонники вакцинации, и противники вакцинации Они на стороне социума Они живут в мире социума А есть ведь еще третья сила Вот именно природная сила И если вы внимательно почитаете описание к этому видео Посмотрите, вернее, прочитаете статью А я рекомендую прочитать из почти двухсот статей Которые у меня на моем блоге опубликованы Ну, хотя бы двадцать Прочитайте, и вам станет Прочитайте вдумчиво Не просто ознакомьтесь, так сказать, бегло А прочитайте Если вам действительно хочется разобраться в текущей ситуации Если вы действительно не хотите попасть именно под вот эту гребенку По сути дела, которая природа сейчас освобождается от всего ей ненужного И как это не было бы странно Но люди именно в мире социума, они из себя что-то представляют Для мира и природы абсолютно нет никакой разницы Кто вы и что вы Так вот, не мыслите категориями социума Вот в описании я говорю о том, что Флеминг еще сто лет назад Который чисто случайно Который не ставил целью создать антибиотик Еще понятия люди не имели, что такое антибиотик Как класс веществ Чисто случайно у него получился пенициллин И через какое-то время Флеминг очень быстро понял и осознал Что именно природные вещества Именно природные среды Рождают как раз таки Те же самые антибиотики Те же самые антивирусные, противовирусные Те же самые противогрибковые какие-то средства Именно природные среды Он оставил даже своего рода такое завещание В котором призывал людей Обратить самое пристальное внимание Именно на природные, самовосстанавливающие Именно вот такие вещества Потому что он понимал Еще на заре Так сказать Антибиотиков Искусственно синтезированных антибиотиков Он понимал, что Противостоять Природе Миру социума Просто не по силам Почему флейминг это понимал А почему сейчас вы не можете этого понять Я думаю, что будет у вас на то желание Будет у вас на то терпение Какое-то время, внимание вы этому уделите Вы без труда это все поймете Потому что Я, например, объясняю На таких формах На таких Общедоступных примерах Что Ну Нормально мыслящему человеку Который Я не говорю, что он там спинозой должен быть Но тем не менее Нормально мыслящему человеку Понять Что Даже находясь В мире социума Даже пользуясь Так сказать Благами Исполняя какие-то обязательства В мире социума Человек Плоть от плоти Суть от сути Это природная Биологическая система И, конечно же Решать Те вопросы Которые у него возникают Со здоровьем Надо исключительно Методами Самой Матушки природы По-другому Пожалуйста Читайте статью Анализируйте Смотрите Ту информацию Которая сейчас Полным-полно И вот вы получите Картину Как будет По-другому Природа Понимаете Она Не терпит Сослагательных Наклонений Природа Не Злая мачеха Не ласковая мать Природа Не является Ни тем Ни другим Природе По большому счету Абсолютно Все равно Будете ли вы Продолжать Лично вы Свой жизненный Путь В каком Качестве Насколько Его хватит Это неинтересно Природе Интересна Эволюция Выживаемость Вида И их умение Приспосабливаться К изменениям Окружающей среды А если Они не Подпадают Под эту Гребенку Ну что ж Природа Будет Работать С другими Видами Человек Не настолько Уникальный Вид Чтобы Его Как-то Холить Лелеять И оберегать Да нет Это человеческая Самость Это человеческая Такая Я бы сказал Вездесущая Упрямство И Властность Что человек Властен Над природой Да боже Упаси Приведите мне Хоть один Пример Когда человек Мог противостоять Природе Приведите Приведите мне Хоть один Пример Когда Мир Социума Мог подняться Над миром Природы Все Все Процессы Абсолютно Все процессы Происходящие В биосфере С земли Начиная От Самой Малюсенькой Клеточки И заканчивая Самым огромным Мега Мета Организмом Они все Подчинены Природным ритмам Без Участия Без Того Что Человек Осознает И понимает Собственно говоря Как он Живет Почему он Живет Для чего он Живет Без Осознания Этого Просто Напросто Вы никуда Не продвинетесь Вы так и будете Толкаться Именно В лабиринтах Вот этого Самого Социума Который Вас Будет Раздирать На части И постоянно Задавать вам Один и тот же вопрос Вы за белых Или за красных Вы за вакцины Либо вы против вакцин Понимаете Это глупость Это просто глупость Люди тратят Свою жизнь На глупость Потому что Решить вопросы Которые возникают У вас Со здоровьем Связанными С любым Вирусным Заражением С любым Бактериальным Заражением С любым Грибковым Заражением Естественно Восстановить Пошатнувшееся Здоровье Которое у вас Произошло Именно в связи С вирусным Бактериальным Грибковым Либо Грибковым Заражением Ну Согласно Канонам Природы Согласно Ее Законам Согласно По ее понятиям И по ее Лекалам Чрезвычайно Просто Пробу Ваши желания На этом все Читайте Анализируйте Думайте Желаю вам Всего Самого Лучшего А самое Главное Быть В согласии С природой На этом все До новых Встреч